Для участия в программе нужно создать аккаунт в сети JellyCoin. При регистрации пользователь должен указать, какую роль он желает выполнять, производителя, сборщика или генератора мусора. Вся система работает довольно просто. Производители обязаны отчитываться о всех предметах, которые они выкидывают. Сеть автоматически соединяет производителей со сборщиками поблизости, которые занимаются сортировкой мусора. Наконец, транспортировка отходов к нужной локации ложится на плечи генераторов. Если весь цикл выполнен успешно, каждый из его участников вознаграждается определенным количеством монет JellyCoin. В министерстве не комментируют выбор криптовалюты в качестве вознаграждения. Пока до конца не ясно, почему утилиз. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru. Ссылка на новость доступна в тексте под видео. Продолжение следует...